Погружаем наше занятие и сегодня мы разберем, как делать капельник. В нашем самоучителе находим раздел, где у нас показан, как делать капельник. И вот мы его находим, вот напишет нам капельник, как его делать, все его размеры. Для того, чтобы начинать делать капельник, хочу поделиться с вами одной важной составляющей. Как делать капельник и вообще, как делать какой-то кровельный узел. Для того, чтобы это можно было сделать, нужно иметь понимание, понятие о том, что такое развертка. Вот я с самоучителя перерисовал сам капельник. Размеры его, ну собственно говоря, вот эта часть с левой стороны, она и называется капельник. Размеры здесь 10 мм, 15 мм, потом угол 90 градусов. Идет размер 50 мм. Вот это 50 мм. И потом идет у нас уже следующий размер, это 300 мм. Для того, чтобы это все в голове не держать и отрезать штрипс. Штрипс, что такое штрипс? Это пояс металла определенной ширины. И для того, чтобы нам в голове это все не держать, 300, 50, 15, 10, мы это все переносим на развертку. То есть мы делаем из этих размеров, то есть это у нас все в натуральную величину, предположим, размеры у нас есть, и мы должны перенести это все на прямую линию. То есть мы хотим развернуть все размеры. Это называется развертка. Значит первое, что мы делаем, мы проводим линию, прямую линию, и на ней откладываем, что мы видим? 300 мм, отложили, 300 мм. Дальше мы что видим? 50 мм, откладываем 50 мм. Дальше мы видим размер 15, 15 мм откладываем. И последний размер 10, вот мы его отложили, 10 мм. Все, теперь у нас есть развертка. Развертка у нас полностью 375 мм, это ширина штрипса. Значит, штрипс мы делаем, как правило, из металла рулонного. И какой нам ширины и длины нужен штрипс, мы и делаем. Вот это вот первое основное понятие, которое вы должны понять. Теперь приступаем ко второй части. Как мы изготавливаем капельник? Из чего? Так как мы знаем, какой у нас ширины штрипс, у нас штрипс 375 мм. Вот его ширина, 375 мм. Обычно, обычно, для того, чтобы удобно было работать, штрипс делают на капельник 2-метровый. Ну, я из своего опыта говорю, как обычно это проще делать. 2 метра. То есть, мы у нас, где вам будем считать, что я подготовил такой вот, можно сказать, мини-кровельный такой верстак. На верстаке обычно, что у нас бывает? Значит, несущая доска, которая у нас прибивается на торец. И потом уголок 50 на 50 мм, уголок металлический. Очень рекомендую приобрести вот такой зажим. Зажим, который помогает изготавливать вручную кроельные картины. Что такое кроельная картина? Это лист металла 0,50 обычно, кроельное железо. Кроельное железо, кроельным железом считается металл листовой 0,35, максимально 0,55 мм. Также покрытые оцинкованным покрытием. Как правило, сейчас все оцинкованное покрытие имеет. В 80-е годы, когда я работал, поступало еще железо и черное его называли. То есть, оно тоже кроельное, но без оцинкованного покрытия. Рекомендую иметь вот этот зажим, чем он хорош. Когда вы изготовили, поставили кроельный верстак, у вас уголок и вам нужно отгибать кромки. Вот у вас подготовленный штрип, он у нас ширина 2 метра, длина 2 метра, ширина 375. Для того, чтобы нам отгибать, нам понадобятся киянки. Киянки, вот раньше мы киянки заказывали вот такого плана, можно было плотников заказать. Сейчас в магазинах продают вот такие маленькие кияночки, неудобные, но зато они и недорогие. Для начала вам они пригодятся и подойдут. Значит, вот обратите внимание, что эта киянка, она деревянная чистая, а эта с подошвой. Вот эта черная часть, это подошва. В чем плюс таких киянок, деревянных киянок с подошвой? Смотрите, когда вы работаете с материалом с полимерным покрытием, полимерное покрытие очень нежное покрытие. И для того, чтобы его не испортить и не поцарапать, мы делаем вот такую подошву. То есть это полиуретановая составляющая, то есть это такой пластик, пластина такая полиуретановая. И мы как плотники прибиваем гвоздями маленькими, вот таким образом снизу два гвоздя и сверху. И таким образом, ну можно было еще вот здесь ножом срезать вот эти уголки. Ну это можно сделать, можно не делать. И тогда вам не надо будет покупать полиэтиленовую киянку. Полиэтиленовая киянка стоит самая дешевая, 1200 рублей. А такая киянка стоит в районе 300 рублей. Разница есть. Значит, следующее. Для того, чтобы начинать отгибать, нам наш капельник рекомендуется сделать следующее. Ну, во-первых, для того, чтобы удобно было работать, ну это как правило, все кровищики, они имеют такую киянку, и на ней мы откладываем те основные размеры, которые, например, у нас часто встречаются. Обычно это делается карандашом. Вот нам сейчас нужно, например, 10 миллиметров. 10 миллиметров все время прикладывать линейку неудобно. Поэтому мы что делаем? Мы прямо на киянке откладываем 10 миллиметров, прочерчиваем это карандашом. Почему карандашом? Потому что карандаш можно потом будет эту риску удалить. Потом эту риску удалить. Вот. Делали. Прямо на киянке. Прикладываем к киянку. И сколько нам нужно, выставляем по месту. Это место, когда мы его отметили, мы здесь просто ударяем это место киянкой, то есть мы делаем такую метку, то есть в этом линии гиба мы ее отогнули в этом месте. И, собственно говоря, дальше уже мы отмечаем уже следующую сторону. Это у нас начало, правая сторона. И в конце тоже прикладываем к киянку, выравниваем шерезо и здесь тоже самое ударяем. И у нас видно длиннее гиба. Далее. После этого, ну, можно, конечно, обходиться без зажима, но зажим здорово облегчает новичкам работу. Почему? Потому что вот сейчас, после того, как мы отметку сделали, линия гиба у нас появилась, мы берем, вот, зажимаем, то есть мы сначала, конечно, подгоняем под площину, но это легко, это любое догадательство, как сделать. И потом вот таким образом максимально отогнув в сторону. Почему? Потому что тогда нам не будет мешать обрабатывать кромку зажим. И после этого мы берем или, прикладываем сюда, или косяк, или, ну, я обычно беру, ну, любой, можно будет даже киянкой деревянной. И начинаем, после того, как мы соединили, значит, начало и 10 миллиметров у нас сзади, и мы начинаем проходить, отгибать линию гиба, отбивать линию гиба равномерными движениями киянкой деревянной. После того, как мы отогнули первую кромку 10 миллиметров, ну, здесь мы ее не можем, мы ее просто рукой вот так вот проведем, и линия гиба. Самое главное, что мы материал отгибаем, кровьный материал, кровьный металл, мы отгибаем по линии гиба. Без линии гиба металл гнуться не будет. Поэтому это основное правило. Далее мы переворачиваем лист, отбиваем далее уже. Ну, тоже можно его зажать, неудобно, потому что лист двухметровый, нам приходится бегать около этого места. Поэтому далее мы прикладываем киянку и отгибаем уже кромку эту гибу. После того, как мы ее отогнули, она у нас прижата вот такая теперь, теперь она у нас так прижата полностью. И после этого мы ее вытаскиваем из зажима. И прямо по этому, вот у нас 10 миллиметров, прибавляем сюда прям вот окончание вот этого, окончание, где у нас отогнута кромка, и здесь прямо у нас будет следующая линия гиба. Нам не нужно ничего уже прикладывать, это наглад. Значит, отбиваем киянкой здесь, в начале, и потом в конце то же самое отбиваем киянкой, чтобы нам было видно, где это все нам отбивать. И проходим второй раз. Второй раз проходим постепенно это все. Несколько раз проходим, сколько нужно, потому что, значит, по железу работа такова, что мы должны ударять не сильно, потому что железо, когда мы ударяем его сильно, мы его начинаем сильно деформировать. То есть в каком-то месте мы ударили, то мы деформации идем. Поэтому для того, чтобы равномерно отбивать кромка, нам нужно пройти 3-4 раза аккуратно. Ну, это со временем навык появится, как ударять, но старайтесь не сильно облить по железу. И угол должен не так вот, не так быть, а именно максимально по ширине, и вот таким образом, чтобы попадала полностью кромка, а не вот так вот. Так тоже можно облить, но не рекомендую. После этого, когда мы отогнули уже вторую кромку, вторую кромку отогнули, вот у нас получается уже вторая кромка, мы после этого опять разжимаем, разжим, и у нас что мы видим? У нас видно, что у нас появилась вот такая вот кромка, то есть у нас поднята. У нас после этого, для того, чтобы нам дали, смотрим по нашему капельнику, как мы его, значит, должны отгибать, у нас, значит, сейчас мы сделали вот эту часть. То есть мы отогнули 10 и 15 миллиметров. Вот она у нас отогнута. Далее мы должны это все отогнуть. Сколько? 50 миллиметров. Значит, вот эту часть, вот у нас на киянке 50 миллиметров есть, мы отложили 50 миллиметров, вот у нас приложили, вот они у нас наши 50 миллиметров, ударили киянкой в этом месте, отбили в нее гиба, приложили, зажали за жимом, далее здесь то же самое, приложили киянку, отложили 50 миллиметров и то же самое ударили, чтобы нам было видно, где у нас окончание винии гиба. После этого таким же образом подрабатываем линию гиба киянкой, проходим 2-3 раза, 2-3 раза, удары делаем вот таким образом, чтобы у нас максимально по ширине киянка работала. После этого, когда у нас линия гиба отбита, она у нас потихонечку вот так будет железо отгибаться, в этом месте, в этом месте, ну вот у нас как бы отогнул железо, дальше мы линию гиба отбили, все хорошо, теперь мы что делаем? Теперь мы зажимаем железо вот так сверху, устанавливаем и янку, или косяк линии гиба ровно под кромку, и начинаем вот такими движениями отгибать окончательно, окончательно прижимаем максимально уже к верстаку. После этого, когда у нас произошла вот эта отгибка, у нас железо где-то будет уже вот так вот держаться. Раскрываем зажим, переворачиваем, и уже рукой начинаем отгибать его далее, таким образом, чтобы у нас вот так вот отогнулось железо. Таким образом, мы имеем капельницу. Проверяем. Значит, здесь у нас 10 миллиметров, здесь 15, а здесь 50 миллиметров. здесь у нас, так как у нас штрип шириной 375, как мы помним, 375 миллиметров, то есть это 37 с половиной, то есть мы отогнули 50, 15, 10, мы отогнули 75 миллиметров. Значит, у нас вот эта часть должна остаться 300 миллиметров. Будем считать, что вот эта вот часть, то, что у нас осталось, 300 миллиметров. Спасибо за внимание, капельник изготовлен, на следующем уроке мы будем изучать, как его восстанавливать. Субтитры сделал DimaTorzok